Всем привет, вы на канале ZEV, а с вами как всегда Александр. Сегодня мы с вами поговорим о еженедельном обновлении в Red Dead Online, о скидках и бонусах в игре, а также о новом преступлении по деятельности Кровавые Деньги и конечно же о заключительной перспективе в РДО. Но самое интересное во всем этом, это конечно же появление режима выживания в РДО. О нем мы также и поговорим сегодня. Устраивайтесь поудобнее, обязательно поддержите канал вашей подпиской, а видеоролик вашим лайком. Начнем по порядку. С нового контента в рамках летнего обновления Red Dead Online. А именно теперь там доступна последняя перспектива под названием Ильса Врана. По данной перспективе нам нужно будет украсть уже бриллиант. Как и все мы предполагали, что в роутсе будет также активность, но все думали, что будем грабить банк, ведь именно банки и были открыты. Но увы, бриллиант мы будем грабить в Салуне, а точнее там мы получаем информацию о местонахождении бриллианта, а после едем огонять ирежанс. К слову, если вы не будете спешить, то можно будет незаметно пробраться на тайное совещание, где вы и узнаете о местонахождении бриллианта. Это если конечно вы любите стелс в данной игре. По стандарту проходим данную перспективу на максимальной сложности и получаем доступ к цилиндру этой третьей перспективы. А если просто пройдем данное ограбление на любой сложности, то получим бесплатный оружейный компонент на выбор. Да, не то мы ждали, но спасибо Rockstar за это. В целом новая перспектива очень даже интересная, по стелсу пройти данную миссию не составит труда, и за это отдельное спасибо Rockstar. А учитывая, что сейчас капитали фармить еще легче стало, то проходить вот такие перспективы и получать за их успешное выполнение большое количество долларов РДО и золото делает из перспектив шикарную деятельность для новичков. Ну и старичкам будет чем заняться в игре. Итог? Просто за перспективу однозначно спасибо Rockstar. Правда жаль, что их будет только три, а именно новых уже не будет, хотя в будущем может расширить Rockstar перспективы. Кто его знает? Теперь немного поговорим о новом преступлении в РДО. Новое преступление имеет название Салун. Исходя из названия, нетрудно догадаться, что активность наша будет связана с Салунами. Преступление довольно простое, грабим Салун и доставляем деньги и капитали. Все как обычно. Что хочется отметить вообще во всех этих преступлениях, в три этапа, что в рамках одного контракта, мы понимаем, что это одно задание в три этапа, но связи как таковой нет. Если не знать, что это одна серия заданий, то можно подумать, что это три разных задания, что навевает на мысль, что Rockstar не улучшила систему трех этапов РДО, а ведь уже подобную систему заданий мы видели по роли Охотник за головами. Rockstar на своем сайте все еще напоминает про первый этап проворного стрелка. Из-за таких напоминаний кажется, что многие игроки еще даже не купили этот этап, что очень странно. На этой неделе все, кто купил проворный стрелок, получат скидку в 50% на предметы для роли, уровня эксперт или ветеран, а также бесплатная рубашку и предмет верхней одежды. На этой неделе Rockstar добавила противоборство в рамках предложенной серии и бонусы за игры в такой серии. Чтобы получить скидку в 40% на мультиклассовую лошадь не по роли, достаточно отыграть три игры. Также в игре нас ждут скидки на халтыкинских лошадей в размере 30%, на дробовики также скидка 30%, варианты оружия для ролей скидка 30%, и тут все скупаем скины лима. Правда я решил пока что воздержаться от скинов, даже по скидкам нет желания их покупать. Также в игре нас ждет скидка в 40% на оружие ближнего боя, лук и улучшенный лук, а вот улучшенный лук я возьму. Ну и конечно же скидка в 40% на головные уборы, куда же без них, все-таки дикий запад у нас. В целом еженедельное обновление скидок и бонусов на этой неделе очень даже достойное, все-таки новый контент также нужно учитывать, а значит в игре будет чем заняться. Для меня лично хорошие скидки. А как вам данное еженедельное обновление, друзья? Пишем в комментарии. Сейчас нам нужно также немного уделить внимание новому режиму в РДО, который появится на следующей неделе. И это режим на выживание, который имеет название «К оружию». Если кто играл в GTA Online, то вспомнит там режим выживания. И это, как по мне, один из самых лучших режимов в GTA Online. И я очень хотел подобный режим в Red Dead Online. Rockstar весной уже анонсила подобный режим, а теперь уже назвала точную дату. И я больше чем уверен, что с новым режимом будет немного связан второй этап Роворного Стрелка. Ибо новый режим выходит 10 августа. Также Rockstar рассказала немного о режиме. А именно, скорее задравайте люки и спешите на помощь местным жителям, чтобы вместе отбиваться от вражеских атак в новом режиме на выживание к оружию. И тут все олды должны быть просто счастливы, ибо нас ждет возвращение выживания прямо с GTA Online. И это круто. Пишите в комментарии, знаком ли вам такой режим и ждете ли вы его в РДО. На этом все, друзья. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, ролик вам понравился. Если это так, то с вас подписка и лайк. А с меня качественный контент. Новый видеоролик уже готовится и совсем скоро выйдет на канале. Всем до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok